здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я Вика сегодня у нас по плану шапочка номер 4 самая популярная по отзывам и по комментариям тут девчонки будем вязать чуть чуть поподробнее потому как несколько образцов я как бы пробовала вязать значит тут очень важно плотность ниток плотность связания спицы разберемся с нитками нитки у меня такие вот детские девчонки 50 граммов 300 метров длина то есть а вижу я в четыре сложения значит высчитала я что в 100 граммах должно быть 150 метров как минимум 150 метров чтобы получилось вот так как получилось узор значит набираем 49 петель 1 кромочная 2 петли косы 1 изнаночная между петлями косы опять 2 лицевые косы 2 изнаночные 8 большая коса 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 8 коса 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 8 коса, 2 изнаночные 2 лицевые коса, 1 кромочная Так, для начала разбираемся с маленькой косой Вот 2 лицевые петли Вторую петлю, вторую первую меняем местами Вторая снизу, первая сверху Провязываем лицевыми Эта коса вяжется и в лицевом, и в изнаночном ряду Так, 2 изнаночные 8 лицевых нашей косы Спицы, девчонки, спицы забыла сказать, пятерочка Изнаночный ряд Значит, в том месте, где у нас одна коса Кромочную мы вяжем изнаночной В том месте, где у нас две косы Кромочную вяжем лицевой, чтобы получился вот такой вот красивый краешек Так, изнаночный ряд вяжем нашу косу Здесь мы вторую перекидываем с первой Но только здесь наоборот Вторая у нас поверх первой Если в лицевом ряду она была снизу первой То здесь она сверху первой Все остальное по узору Коса, еще раз повторюсь, вяжется и в лицевом, и в изнаночном ряду Вторая поверх первой В изнаночном ряду И вторая снизу первой В лицевом ряду И вот еще далее разбираемся с большой косой вот видите последняя лицевая кромочная поэтому так красивенько все получается вторая коса большая вяжется у нас в каждом 12 ряду то есть 11 рядов ровненько в 12 она перекидывается вяжется одинаково сначала перебрасываем мы можем на вспомогательную спицу первые четыре последующих четырех меняем местами и провязываем лицевыми петелечками я думаю это ничего сложного это мы все знаем далее девчонки вяжем вот этот шарфик ну вот этот отрезок по объему головы меряем то есть сколько нам нужно на объем сколько мы провязываем все ровненько без добавления без убавления потом будем вязать макушечку кто привык пользоваться шпильками вспомогательными спицами пожалуйста это уже на ваше усмотрение я вяжу так когда как как мне удобно так и вяжу так ну вот девчонки связала я до нужной длины нашу вот эту колбаску видите сколько у меня получилось она длиной чтобы вы знали ориентировочно на мою голову 52 сантиметра у меня в длину она получилась ширину 23 сантиметра вот приблизительно не а должно быть точно закрыла я петли и теперь будем вязать макушечку одну петлю вот эту последнюю я оставила и теперь буду набирать вот из этих кромочных из каждой кромочной я наберу по одной петле так исходя что хочу информационно чуть-чуть сказать исходя из того из предыдущего опыта моего видео по шапочке если непонятен узор я надеюсь я сейчас сяду монтировать по другому попытаюсь пару мастер-классов посмотрю попытаюсь приблизить если вдруг у меня не получится и вам будет непонятно то пишите в комментариях непонятно буду снимать отдельно думаю большая к совсем понятно маленькая коса надеюсь тоже понятно но посмотрим по комментариям так что девчонки я не знаю может по какой-то шапочке стрим проведем попытаемся разобраться я смотрю очень многие ютуберы ютуберы сейчас переходят на стримы и онлайн разбираются как бы с каким-то вопросом можем попробовать девчонки и мы если кому-то интересно не знаю как это будет выглядеть с вязанием получится ли вообще но решим если будут желающие какой-то что-то выбрать что всем всем интересно и допустим сделать стрим и разобраться с узором разобраться допустим с моделью можем попробовать посмотрим так вот набрала эти все петли и провязываю следующий ряд лицевыми петлями тут будем делать макушечку гладкую не выпуклую а гладкую что-то она у нас приняла форму как на фотографии надеюсь у меня получится я еще не знаю результат получится ли у меня и что касается узоров девчонки не спрашивайте про название потому как я вижу с фотографии не могу знать узор у меня фотография не говорить его как он называется как я могу вам написать название узора не могу сама бы рада знала да да не знаю я название узоров если честно знаю только те которые из детства еще по журналам по книгам училась вязать тетя меня учила а так в основном последнее время только с интернета как бы в название особо не вникают поэтому так вот вы уж меня простите как есть такие я вам так и говорю так изнаночными мы ну изнаночной гладью мы это будем дело вязать вот так вот еще ряд вяжем ровненько наверное тем я чуть-чуть порассуждаю наверное тем не чем нам которые уж совсем уж начинающий им надо то ли искать те каналы которые учат от с нуля я как бы больше показываю сам принцип и узор разобраться если кто не может по фотографии разобраться как связать определенную модель у меня уже нитки запутались а детально я не разбираю вот это все если честно мне это даже не интересно показывать лицевая и изнаночная петля вот все подетально есть множество каналов где учат девчонки именно с нуля то есть пожалуйста учитесь это не я никого не хочу обидеть я просто говорю что именно я делаю какие видео я снимаю тут больше разобраться как бы с общими вопросами а не с детальными вопросами поэтому как вяжется какая петля я думаю есть множество видео что девчонки снимают и очень много и хорошо и близко все понятно и видно вот самые азы можно думаю разобраться теперь мы будем сокращение делать будем провязывать каждую четвертую пятую петлю вместе 1 2 3 4 5 вместе 1 2 3 4 5 вместе 1 2 3 4 5 вместе вот и что хочу сказать что там пишут у меня комментариях что мне надо готовиться к мастер-классам все четко ясно показывать девчонки я показываю в реальном времени так сказать со всеми моими ошибками вы же понимаете что ошибки могут быть у всех и они будут если вы их не будете знать и вот эти все нюансы не бывает такого что раз все и все чисто и гладко не в шитье не вязание вот мы вяжем видим что то не то мы тут же переделываем точно так же и в шитье я шью и тут же на ходу его уже исправляю как бы корректирую это нормальная вещь я считаю и это нужная вещь поэтому и все должны уметь как бы хотя бы как-то подкорректировать в процессе вещь поэтому опять же показывает то как делаю я сама не отшлифованный процесс а именно так как он на самом деле в процессе изнаночный ряд вяжем без изменений а я думаю множество девчонок которые годами вяжут им достаточно той информации которую я дам даю просто образная такая информация чтобы понять собрать сам саму модель в кучу и понять как она делается вот выговорилась а что касается комментариев там тоже пишут она на камень комментарии не реагирует девчонки если бы вы знали мой образ жизни сейчас на данный момент вы очень скоро все узнаете потому что я планирую это все рассказать и на ю тубе у меня очень большие изменения в жизни и очень крутые такие ну в смысле крутые как крутой поворот не то что крутые крутой жизни но очень такие кардинальные поэтому ну поверьте у меня времени нет я читаю но у меня ни сил ни времени нет это видите вот этот тот момент о котором я говорю что я в процессе смотрю сколько мне нужно потом убрать вот если он она ложится в кругленькую такую макушку вот видите надо убирать это я своим взглядом так мы будем убирать четвертую пятую мы провязывали вместе теперь третью четвертую и провязываем третью четвертую вместе вот так я вижу всегда то есть я по ходу в процессе нитку потеряла вы представляете в процессе я уже определяю иногда ошибаюсь иногда нет иногда точно определяю ну вот так вот так как есть еще раз говорю девчонки вот как есть так я вам и показывает а четкого описания вязания вы же поймите это же будет у каждого свое поэтому да нету не бывает его так те кто вяжете понимают что все равно нужно в процессе корректировать каждому так еще раз повторяю две петли я провязываю и третью четвертую провязываю вместе изнаночный ряд без изменений скоро мы завершим эту шапочку и я надеюсь что у меня будет получилось то что мы с вами хотели потому что судя по отзывам вот эта шапочка она была самая популярная я надеюсь что мы нашли правильное решение так еще раз я вам сейчас прям буду показывать как я вот эти петли нам нужна круглая макушка вот видите что она у нас вырисовывает круглая все у нас получается лицевой ряд он изнаночный по сути одну провязываем 2 вместе то есть у нас сокращение вот идут по за собой как бы сначала было между двумя вместе 3 потом 2 петли теперь 1 петля 2 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10 9 9 10 10 10 10 11 10 19 10 10 10 11 12 вот видите я уже которую вторую вещь вяжу эти я купила нитки это тоже акрилы они мне не нравятся но во всяком случае цвет мне нравится люблю я такой цвет так и все ну не все а теперь по 2 вместе мы вяжем изнаночные провязали без изменений здесь вяжем по 2 вместе уже доходим до финала и вот и сейчас бы уже и вязала и шарфи все все что угодно но не ищего вот правда не ищего девчонки мы надеемся у нас нам по делам сашкой надо ехать в прагу а там есть китайский огроменный опуптовый рынок вот я надеюсь что мы туда заедем я чего-то куплю и чего-то закажу на алиэкспрессе так проверка все у нас получается вот смотрите все четко красивая ровная макушка поэтому поделилась с вами своими переживаниями вот правда что ткани вот смотрю девчонки у вас там группы в контакте про продаете ткани продают нитки все что угодно я же стяжу здесь как баран блин и только слюнями обтекаю и смотрю на это все дело правда у меня такой возможности нет потому как это не востребованный товар здесь еще раз по 2 вместе уже совсем сократим наши нашу макушечку и будем крючочком сшивать и мерить так переснимаю на крючок мои петли что-то сейчас посчитаю сколько ли 3 4 5 7 5 вот видите вот она моя ровненькая кругленькая макушечка сейчас осталось сшить и все думаем и на финишной прямой уже разобралась с узором для третьей шапки то есть с помпоном уже его вычислила девчонки хочу ее связать целиком не просто узор а сам всю шапку целиком поэтому жду пока чего-то прикуплю каких-то ниточек тяжелый случай с этими нитками так хочется мягенькое чего-то приятное хороший а тут уже когда вяжешь одним акрилом постоянно и рукам уже не нравится он вот правда так тут надо совместить девчонки косу то у нас все было так тут а а у а так вот теперь вот смотрите что я делаю я здесь оставила уже нитку это то что я вам говорила кто смотрел видео с той первой шапкой то то о чем я говорила я оставляю тут нитку и начинаю сшивать этой ниткой чтобы вы понимали как это делается я думаю понятно кто вяжет ему понятно видите поэтому здесь вот в конце никаких не узелков ничего и вот я эту нитку сшиваю ею пока она не закончится оставшуюся дырочку я просто сошью основной нитью потому всегда стараюсь оставить подлиннее потому как сшивать я начинаю с нее чтобы на краях не было узлов смотрите у меня как раз нитки этой хватает этой основной ниточки глаз-алмаз вот это дело теперь я еще одну петелечку сделаю уже нитку потеряла в общем и здесь вот просто обрезаю связку ниточку эту которую я потеряла ту же захватил потому как у нас ничего не терялось так вот она у нас с изнанки сейчас выворачиваем вот так вот она выглядит в лицевой стороне макушечка кругленькая и сама шапка еще осталось померить а это 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 это